В окружной столице завершился сбор макулатуры в рамках акции «Вместе против рака». Сколько тонн удалось собрать и кому смогли помочь, узнаем прямо сейчас в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях организатор акции, руководитель некоммерческой организации «Фонд Экоразвития НАУ» Андрей Кузнецов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Люба. Здравствуйте, друзья. Рады видеть вас в студии. Акция действительно получилась очень масштабной. Сколько приняло участие в ней и сколько удалось все-таки собрать макулатуру? Да, акция вообще показала очень такой эффект, очень положительный. На сегодняшний день до сих пор еще у нас, хотя сегодня 1 марта, да, кстати, с первым днем весны всех, до сих пор и организации, и физлица приносят макулатуру. На сегодняшний день у нас было зарегистрировано 56 организаций юрлиц, в том числе и предпринимателей, и больше 100 физических лиц. В том числе даже не то, что там, я думаю, что там больше тысячи, наверное. Дело в том, что у нас приняли активное участие детские сады и школы, а там и учителя, и школьники, и воспитанники, и родители, сотрудники, то есть большое-большое количество людей. Да, я даже знаю, что соревновались, да, между собой, кто больше соберет. Да, и у нас вот в этой акции у нас получилось так, что в учебных заведениях проводили даже конкурс, даже, ну, кто больше всех из класса или группы там в садике наберет большее количество макулатуры. Мы решили также, пользуясь случаем и при помощи спортивного клуба «Фортуна», конного спортивного, и сделали такие сертификаты, да. Это победителям. Да, победителям. Первое, второе, третье место. Это на бесплатное катание на лошадях в конном клубе и также контактный зоопарк, то есть посещение, да. И такие вот, мы сейчас как раз подводим итоги, и такие сертификаты будут выдаваться. То есть еще не знаете, кто стал победителем? Нет, победители у нас все, не побоюсь этого слова, да, потому что они приняли участие активно. Здесь, получается, и два эффекта, и экологический, и социальный такой, это в смысле здравоохранения, грубо говоря, там, помощь онкобольным, да, идет. И как бы здесь, ну, я считаю, победителей нет. Здесь как бы... Победилась дружба. Дружба, да, да, да. Все молодцы. И все откликнулись. Как родился этот проект? Случайно, случайно сидели, мы как-то обсуждали, у нас был круглый стол по поводу партийного проекта «Единая Россия. Чистая страна и также здоровое будущее». И была такая идея, чтобы помочь онкобольным. Как раз вот 4 февраля был Всемирный день борьбы против рака, а 15 февраля Международный день детей больных раком. У меня сразу в голове возникла идея. Вот мы собираем акулатуру, да, все равно вот картон, книги старые, тетрадки там. Почему бы вот эти деньги, которые, допустим, поступят, выручены будут от сдачи приемный пункт, почему бы эти деньги не направить нуждающимся? Хотя у нас и так социальные как бы программы работают в регионе, да, все положительно. Но есть еще какие-то моменты, до мелочей есть моменты, которые вот необходимо как бы закрыть. И здесь я уже переговорил с Светланой Хатанзейской, которая возглавляет региональный Красный Крест. Договорились так, что полученные деньги поступают к нам, а мы уже направляем в Красный Крест. Там есть общественный совет, который как раз и распределит эти денежные средства нуждающимся. На сегодняшний день мы уже собрали больше 16 тонн акулатуры, то есть объем большой у нас. И вот сейчас мы где-то неделю будем сортировать все отдельно и направлять в город Киров, приемный пункт. То есть вы часть уже отправили или только что? Нет, мы сейчас сортируем. Сортируете, да, и полностью он отправится туда. Да. А примерно можно узнать, сколько удастся выручить денежных средств? По предварительным данным у нас уже более 100 тысяч рублей получается от собранной акулатуры. Также у нас готовы со скидкой перевозчик перевести эту акулатуру. То есть как бы... Вторая жизнь, я так понимаю, у этой акулатуры будет, да? Куда они отправятся? И что из этого получится? Да, и здесь получается так, что эта бумага, старые книги, они не будут на свалке шай, гнить, они пойдут на новые книги, на новые тетрадки. И деревья тем самым сохранят. Да, и деревья сохранятся. Здесь вообще много плюсов, очень много плюсов. А в Кирове у нас есть такой перерабатывающий завод, да? А в Кирове есть приемный пункт. Ну, они, в принципе, сейчас во многих регионах приемные пункты есть. Они принимают. А так, да, они потом уже отправляют на крупные заводы ЦБК, где идет переработка как раз вот этой акулатуры и дают новую жизнь бумаге. Андрей, ты сам ожидал, что столько людей и организации откликнутся? Я вот, честно сказать, нет. Было как бы меньше. Мы как бы год уже, у нас есть проект, эко-двор. Хотя, да, у нас более трех с половиной тысяч приняло человек, и мы проводили эко-уроки. Но вот здесь такой эффект, ну, честно сказать, я не ожидал, что это вообще просто всплеск такой положительный. Да. Очень приятно, конечно. Ты сказал, что проходили эко-уроки. Где они и на какой возраст были рассчитаны? Различные там, в учебных заведениях, в садах, в школах. Ну, где вот приглашали, мы там проводили в учебных заведениях средних у нас. А что там он рассказывал? Какие-то интересные факты? Да, мы рассказывали, на что, допустим, идет пластиковая бутылка PET-1, да, что из нее можно сделать там даже спортивную одежду, а не просто так выкинуть. Там 300 лет, когда она будет гнить, там, или микропластик попадет в воду, вода, соответственно, там, рыба, биоресурсы. Ну, сейчас у нас даже проблема с микропластиком в Арктике. Вот. А дальше у нас рассказываем, что можно сделать из картона, детям показываем, из старых книг, из старых тетрадей, чтобы не выкидывать, из журналов, из газет. Вот. Например, что можно сделать? Новую тетрадку, новые газеты, новые книги, учебники. То есть это все, это цикл непрерывный, то есть постоянно переработка. То есть и даешь сознание и детям, и взрослым, чтобы не мусор говорить, это уже как бы сырье. Это тоже та же самая нефть, тот же самый газ. То есть это не мусор, это вторсырье, это ресурс. Вот надо немножко мышление тоже уже менять. Ну, сколько я знаю, вот в Европе проходят такие кауроки, да, где детей прям обучают целенаправленно обращаться с мусором. Может, нам пора уже выводить? Ну, просто сколько это должно, в бескультуре, да, такое мусорное? Да. Ну, вот сколько я вот бывает езжу, когда меня приглашают в большие города, на круглые столы, там, на дискуссии и так далее. В основном сейчас актуальной темой идет проблема мусора в Арктике и вывоза мусора из труднодоступных районов арктической зоны. Я всегда предлагаю там пути решения. Ну, это как бы сугубо личное мое мнение. Одно из них как раз это просвещение детей. То есть в учебниках, вы сейчас посмотрите, нет такого, нет темы по вторичной переработке. То есть сырья, сбор, раздельный сбор отходов. То есть нет такого статьи, нет такого раздела в учебниках, там, в литературе учебной и так далее. Вот это одно из моих предложений к пути решения. Ты недавно вернулся как раз с круглого стола на тему развития Арктики, да? Что там вот обсуждалось и какие, может быть, пути решения, как ты говоришь, удалось найти и для чего это все было? Да, ну, в основном вопросы стояли это по рекоператорам. Дело в том, что где-то у нас труднодоступных, вот, допустим, вот у нас в мае вроде как появился, в 2018 году. Сейчас он отказался, да, у нас рекоператора нет. Дело в том, что у нас вот серьезно самый такой субъект, единственный в европейской части России, где нет у нас, нету логистики, нету дорог, то есть нету связи, да, и нету у нас как раз вот регионального оператора на сегодняшний день. Ну, пути решения как бы я тоже рассказал, ну, я, вернее, рассказал пока у нас какая практика у нас как общественная, вот, некоммерческая организация, это вот, экодвор, раздельный сбор отходов. Как мы это делаем, вот, такая же практика была высказана и представители НКО, экологических НКО с Мурманска, очень подробно тоже рассказали. Ты сказал, это экодвор, что это такое, это проект, да? Это проект у нас был в прошлом году, но он сейчас дальше продвигается, это экодвор, раздельный сбор отходов. То есть мы сейчас вот как раз вот и собираем и макулатуру, и PET-бутылки, алюминиевую банку. А куда отправляете дальше? Также приемный пункт, первое все отправляем. На самом деле здорово. Напомню, что вот вернулся ты с дискуссионного клуба, проектного центра «Пора», да? И что-то удалось услышать, какую-то хорошую практику у других регионов, того же Мурманска? Что, как у них дела с этим обстоят? Ну, в принципе, у них проект похожий, но только называется «Чистая Арктика». Ну, тоже вот ребята, молодежь, волонтеры занимаются раздельным сбором. Но они уже выезжают на точки, так называемый «Экомобиль». То есть у них машина-автофургон, и выезжают в определенное время по микрорайонам города Мурманска, там, либо в населенные пункты близлежащие. И люди уже знают, что машина подъезжает, они сдают. То есть вот это вторсолье, они сдают. А много сдают? Не интересовался? Да, очень много, очень много. И рекоператор тоже, кстати, и из Карелии там руководитель был. Кстати, тоже заинтересовался, что рекоператор тоже, скорее всего, будет заниматься, тоже точно выезжать и забирать это в то же сырье. Не просто так, раз собрали, на свалку вывезли и все, а чтоб эффект какой-то еще был. Да, у нас в округе тоже шел разговор о региональном операторе, даже проводился аукцион, и к чему это все пришло? Дело в том, что я встречался с представителями регионального оператора, ну, как бы будущего, да, вернее, даже не будущего, потенциального. Они только деньги вот увидели, миллиард двести, глаза большие. Ну, как у нас показывают конкурсы. А когда я их привел в кабинет, я говорю, вы видели карту Денисского округа, и где вот дороги? Они посмотрели, а мы, говорит, даже внимания не обращали на это. Деньги увидели, все, на десять лет миллиард двести. А что, что у нас дороги не связаны, и у них вот это понятия не было, как они будут вывозить. То есть логистики тоже не было? Да, у них не проработано ничего, хотя у них там срок был, посмотреть, как вот это все сделать можно. Ну, так они... А что, это единственный, да, вот оператор, который заинтересовался? Он единственный, да. А что делать вот тогда? Ситуация же такая, катастрофическая, можно сказать. Ну да, моя идея хотя бы начать с малого. Ну, рекоператор, он все равно будет, если не в конкурсе, все равно, либо руководитель региона назначен. Дело в том, что это федеральное законодательство. Ну, это вообще законодательство, оно должно быть. А так начать уже как бы на местах, вот это, опять же, самое простое, раздельный сбор отходов. В то же ресурсы, вот это все, в то же сырье, и все. Это элементарно, и все просто. В Европе же специально стоят контейнеры, да, где вот отдельно, там, допустим, пластик отдельно, то, другие предметы. Когда у нас появится такой, Андрей? Конечно. Задумывается ли правительство вот в ближайшее время вот такую практику тоже вести? В регионах такая практика давно уже есть. То есть, когда уже приезжаешь, смотришь, сетчатые контейнеры, то есть, раздельные там, ну, вообще там на ура там это все идет. У нас же это, в принципе, можно было запустить, хотя у нас как раз и в схеме рекоператора, для рекоператора, у нас там тоже были раздельный сбор, и пресс специально, ну, необходимо было закупить, муниципалитеты установить и готовить как бы. Ну, все, у нас пролетели мы, получается, с этим. А так, да, это пресс поставить, сетки, сетчатые контейнеры поставить в муниципалитетах от труда не заставит. Тем более, если, допустим, это все будет прессовано, это можно тоже достать. Вот сейчас практика показала у нас сбор макулатуры. У нас сныльминоса даже возили на снегоходах. Да. Их проблем. По пути едут, загрузили. Нашла вот такую статистику, что Россия занимает 106-е место в мире по экологии, 7-е место среди крупнейших источников мусора. И в нашей стране перерабатывается лишь 4% от всего его объема, который занимает территорию 4 миллиона гектар. Площадь, поставимую с площадью Голландии или Швейцарии. Ну, тоже цифры-то у нас, конечно, ужасающие, мало перерабатывающих. И то даже 4, это уже большой процент. Так у нас где-то 2,5-3% всего переработки идет. Да, и тем более перерабатывающие заводы, они сейчас не так сильно загружены. То есть некоторые простаивают. Тоже инвесторы вроде как вложили там эти... То есть это невыгодно, да? Это должны быть государственные, наверное, перерабатывающие заводы. Ну, дело в том, что здесь еще как бы мы в сонном, так сказать, режиме. То есть если бы сейчас вот началось все вот раздельное сбором и вот это тоже сырье на переработку, они бы сейчас, эти заводы были загружены. То есть и инвесторам было бы выгодно. Сейчас, получается, построили заводы, они простаивают. Они загружены всего где-то на 3-10% от мощностей этих заводов перерабатывающих. То есть нужно как-то работать с регионами, чтобы дать работу вот этим перерабатывающим заводам. А дело в том, что даже здесь можно, допустим, если заниматься раздельным сбором, да, или подготовкой, это же дополнительные рабочие места. Это налоги, то есть прибавка бюджет. Это и работать так и несложно. Есть у нас инвалиды, которые безработные. Их можно привлечь на работу. Я вот так привлекал к работе. Есть у нас региональная программа. То есть берешь на работу инвалида, тебе закрывают и заработную плату, ну, в сумме минималки там 25 тысяч, ну, чуть больше 25 тысяч. И все налоги закрываются. То есть это можно спокойно приглашать на работу инвалидов. Конечно, это весомая помощь. Да. А здесь вот идея одна, а закрывает, можно несколько сразу же направлений можно закрыть. А как у нас экологическая ситуация в регионе состоит? Вот кто ее оценивает? В регионе она получше состоит, чем у других регионов. Дело в том, что у нас как бы нет промышленности такой сильной. Вот. Основное у нас как бы загрязнители, вот это все, это... Бытовые отходы, да? Да, бытовые отходы. Ну и не надо забывать, нефтегазовая промышленность. Вот. Оно как бы тоже вроде как и новые технологии и так далее, но и загрязнения никак. Конечно. Все равно у нас идет загрязнение. А так чистый воздух у нас, слава богу. Да, надо культуру, да, поведение людей тоже как-то организовывать, привлекать, потому что то, что творится у нас в лесах по весне, да, это, конечно, страшная картина. Конечно, конечно. А также я вот как раз вернусь в пути решения, да, вот у нас в регионе, в арктической зоне. То есть здесь может так же вот, хотя я тоже предлагал вот в пластиковые тари, да, завозим, потом это пластик везде валяется, если не собираем. Просто запретить завоз. Пластики. Если не запретить, то следующий момент, то есть можно сделать залоговую стоимость. Грубо говоря, минеральная вода стоит там 50 рублей. Продавайте там бутылку, ну, я образно говорю, за 60. А потом сдаешь бутылку, тебе 10 рублей возвращается. То есть в принципе ничего не теряешь, и пластик не будет на свалке валяться или в лесу. Ты его собрал, даже дети будут с удовольствием собирать этот пластик, вынести в магазин. Как в советское время сдавали бутылки. Да, 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 совершенно верно. Это же был такой, знаете, семейный бизнес, как я помню. Да, да, да. Я сам бегал, собирал стекло тогда. Хорошая практика, да? Вот надо уже ее как-то возвращать, я думаю. Да. Также надо уходить от пакетов, чтобы многоразовые сумки, эко-сумки так называемые. И поощрять тех предпринимателей какие-то налоговые преференции, ну, вот такое делать, которые здесь у нас в регионе работают, и которые будут продвигать экологические темы. Проект завершился, а будет ли его продолжение? Обязательно будет, обязательно будет. Раздельный сбор мы не прекратим, не прекратим в обстоятельстве. Дело в том, что у меня тоже спрашивали, вот рекоператор будет, и что у вас как бы закончится? Все это, да. Ни в коем разе. Дело в том, что уже практика показывает во всех регионах то, что и рекоператор есть, но волонтеры, они коммерческие организации экологические, они все равно работают дальше, у них даже работы больше прибавилось. И они как бы помогают и региону, и рекоператору. Когда у нас все-таки появится региональный оператор? Ну, нам разрешили в регионе до 1 января 2020 года, ну, к тому времени посмотрим, появится или нет. Будем на это очень надеяться, да? Будем надеяться, да. Какие еще экопроекты хочешь реализовать в округе? На сегодняшний день я хочу реализовать вот этот проект «Экосумка», то есть уходить от пакетов, писать во все инстанции, что надо уже уходить от этого, давайте мы «Экосумки», они стоят недорого, ну, грубо говоря, «Экосумка» возьмем там 20 рублей, а пакет стоит там 10 рублей. «Экосумка» у тебя постоянно постирал, а пакет, он же опять потом на свалке будет валяться. Сколько гниет примерно пакет? Пакет, ну, до 100 лет. И все равно он не уходит, там микропластик получается. Микропластик, опять же, я уже сказал, что биоресурсы все это уходят. А потом к нам в организм поступает. Также у меня проект «Экомобиль», также выезжать по точкам, по городу, по искателям в определенное время. А это автофургон обычный, с вывеской, что мы за раздельный сбор отходов, и также ездить по городу по искателям, собирать, ну, в Красная, когда дорога будет, или в Телевскую, близлежащую, и собирать раздельный сбор. Люди вообще на ура воспринимают. Также у нас идея есть, это о запрете воздушных шаров, небольшой вред приносит экологии. Ну, вот у нас, допустим, праздник какой-то, да, без шариков воздушных не отходится. Это ты имеешь в виду гелевые или вообще любые? Вообще резиновые шарики обычные, надувные, они огромный вред приносят всему окружающему миру, всему полностью. А что, они долго, получается, разлагаются? Да, это разлагаются, птицы в них путаются, рыба также. Это же вообще, это самый вред. Если по тундре посмотреть, сколько вот этих шариков, эти пластиковые нитки, сама резина вот это все загрязняет полностью. Есть альтернативы? А думаешь, откажутся? Просто я задумалась, как же мы будем? А сейчас этот проект по России подняли, а сейчас во все также муниципальные органы власти, региональные органы власти уже пошли письма. Сейчас мне пришло также письмо подключить нашу региональную власть. То есть тоже буду сейчас писать письмо. Но надо уже задумываться сейчас. И мы просто погрязнем в мусоре. Совершенно верно. Я просто даже сама дома нахожусь, да, за два дня. Пакет, я не знаю, 20-литровый, он полный. Я представляю, а сколько у нас на Редмаре семей, да, в округе. Так вы посчитаете, 250 килограмм с человека в год мусора получается. 250. 250 килограмм. Это очень большой объем. У нас же все остается здесь, никуда не уходит, да? Никуда. Это все здесь. Мы вот этим дышим. Это вообще. Бывает, забываем. Мы вспоминаем, когда асфалка начинает гореть. Тогда мы начинаем. Вот, оказывается. Так? Вот. И хочу сказать, что мы за прошлый год, вот Экодвор, Разделен сбор отходов, мы собрали более 6 тысяч кубов мусора. Более 6 тысяч? Более 6 тысяч кубов мусора мы собрали. Это вот картон, пластик, алюминиевая банка. То есть это то, что сдавали сами граждане, да? Да, да, да. Организации, юрлицы, предприниматели и граждане. То есть объем большой. Конечно. Вот у нас получается, в прошлом, а позапрошлом году вывоз на свалку было около 100 тысяч кубов. В этом году вот сделал запрос КБИБО, у нас уже за 2018 год 108 тысяч кубов выводится. То есть каждым годом все равно растет. Конечно. Ну мы хоть немножко какую-то лепту внесли, потому что вот 6 уже тысяч тонн уже не на свалке. Часть мы уже обработали, отправили на переработку, приемный пункт, в эти заводы. И вот сейчас еще часть у нас осталась. И сейчас, которую мы по акции еще приняли. Свалка растет, и куда она уходит? В тундру, получается? Она расширяется? У нас же биосистема везде, везде вода. То есть и грунтовые воды, и все это все, все уходит в почву. На самом деле это очень страшно. Очень страшно, очень страшно. Вот мы сейчас планируем где-то в ближайшее время также снять видео про экологию региона. Хотя бы там вот, что касаемо полигона и так далее. И потом покажем. Да. Откуда у нас только раковые, да? Вот мы разговаривали с медицинскими работниками. Все связано с экологией? Все. Все взаимосвязано. Вот куда не направишься по здоровью, все равно рано или поздно это все будет, это экология. Это все экология. В Европе ведь все, все дела более-менее обстоят, да, с этим? И культура у них привита с детства, да? Да. Почему у нас-то? Мы когда к этому уже придем? Ну вот так, просвещение образования. В первую очередь просвещение образования. И у себя также с детьми общаться. Не хочешь выйти какой-то там на федеральный уровень уже с инициативой, что надо, ребята, вести вот такие там эко-уроки, чтобы это не одноразово было там в рамках, да, там Всемирного дня экологии, а вот чтобы это было систематически? Ну, я свою идею дал. Сейчас доктора наук записали, вот как раз представители были РАКСА, ну, РАНХИ, Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Они записали вот эту идею, я думаю, что они как раз будут прорабатывать эти проекты по развитию Арктики и по проблемам. И как раз вот это одна из тем, что просвещение раздела необходим быть. Это вот сейчас проходит семинар, да, ты имеешь в виду? Нет, я вот как сейчас вот ездил, когда как раз... Проектный центр «Пора». Да. Андрей, ты сейчас вот тоже находишься на семинаре, нам удалось от тебя оттуда выдернуть, да. Интересный вообще, как раз, насколько я слышала, там шведы делятся опытом, как вот у них все обстоят дела, именно ситуация мусора. Да, семинар проходит при поддержке Министерства природных ресурсов экологии, а также нашего департамента АПК. И там интересно как раз идет, делятся опытом и наши коллеги с центра, и также коллеги со Швеции. И как раз они рассказывают про экологический мониторинг, экологический контроль, как это все делается, и как это необходимо делать, и что для России необходимы эксперты уже в данном направлении, которые будут проводить мониторинг и контроль. Кажется, в отдельности по регионам и по России в целом. То есть они еще пока рекомендации не дают, они должны исследовать территории, потом они уже какие-то шаги на месяц. Они уже предлагают, уже нужны специалисты, уже нужны, вот самая проблема, что у нас не готовят специалистов таких, экспертов. У нас есть какие-то образовательные темы, на эколога учат и так далее, но чтобы был эксперт первоклассный, который мог бы проводить вот эти все деятельности по мониторингу всему, да, и контролей, ну, вот это всего полностью, проведение там экологических экспертиз, вот таких у нас, к сожалению, пока нет. И они вот предлагают, что, ребят, давайте уже запускайте. Опять же образование просвещения. Опять. То есть опять отсюда выходим, что надо запускать эти программы уже. А что еще интересного звучало на этом семинаре? В основном там поднимаются проблемы, которые у нас здесь, в регионе, это по отчетности, вот, и подсказывают, как необходимо делать отчетность в организациях. Угу. Вот. Да, проблем много. Мне кажется, еще, знаешь, надо, задумывалось над тем, что надо у нас и взрослое население воспитывать, даже больше, чем детей. Конечно, конечно. Вот практика показала, вот мы когда ковыроки делали в школах и детских садах, потом уже просто дети учат, родители, они бегут, им это интересно. Ну, это вообще вот просто у них как в игровой форме получается. И все, они там принесли по пакету там в садик, мне позвонили, мы приехали, забрали. То же сырье. Недавно смотрела вот передачу, да, путешествия по джунглям, и там никто в этих джунглях, редко кто бывает, да, но если человек там оказался, он все убирает за собой. У нас здесь, мы не раз возвращаемся на место отдыха, и с каждым разом все удивляемся, удивляемся, просто хамство какое-то со стороны людей. Ну, мы раньше вот как раз проводили в летний период. Установишь палатку около дороги, купишь мусорные пакеты. Вообще тоже, ну, у нас на УРА такие акции проходили. Подъезжали, пакеты брали, потом возвращались, полные мусора. Пошли собачку там в лесу прогулялись, мусор собрали, с детьми отдохнули. Вот где, куда они выезжают постоянно, мусор, они собрали. Дети уже видят отношения родителей, они подражают потом. То есть вот здесь надо вот дать данный... Мне кажется, нужно привлекать детей. Когда ты сам берешь своими руками, да, этот мусор, ты в следующий раз уже подумаешь, бросить его здесь или не стоит, да? Конечно, конечно. Это же опять воспитание. И мусор убрать, и дерево посадить. Просто вот дети бегают, деревья ломают, а когда он посадит один, два, десять деревьев, он уже будет уважать дерево и чистоту будет соблюдать. Береговую линию в прошлом году тоже очистили. Вы не участвовали в этой? Участвуем. Мы каждый раз участвуем. И не один год уже. Сколько примерно вот удается собрать, допустим, с района морского порта? Ну, если вот брать, ну, чтобы образом, чтобы все понимали, вот есть бункер металлический, вот, 8 кубов, и получается, что с какой-то небольшой части, там, ну, метров 300, можно собрать 3-4 вот этих бункера металлических мусора. Очень много. Особенно все несет с печоры, там, с населенных пунктов, когда особенно наводнение, очень много. И печора у нас тоже не в самом, так скажем, лучшем состоянии. Да, печора у нас сейчас в плачевном состоянии. А ее кто-нибудь когда-нибудь чистил? Или есть какая-то программа? Дело в том, что у нас сейчас началась программа, это по рекультивации, но углубительные работы начались. Хотя бы вот с этого начать. А пока вот такой выездной еще нет. Это у нас программа, мы запланируем на следующий год. Мы хотим выйти также на фонд президентских грантов, потому что там суммы будут немаленькие. То есть если брать всю печору нашу и проехать, это надо заказывать будет целые баржи сюда, фрахтовать и направлять с волонтерами ехать, очищать береговую линию полностью. Думаешь, это возможно? Это все возможно, невозможного нет ничего. Андрей, ну не могу не задать тебе этот вопрос. Зачем тебе это все надо? Ну вот получилось так, не знаю, как-то вот... С другой стороны, я посмотрел на эту ситуацию. Как-то вот у меня душа болит. Ну говорят немножко, как-то там... Знакомые, да? Да, и все спрашивают, а какую ты выгоду имеешь? Я говорю, я имею какую выгоду? В первую очередь, это у меня чистые леса, чистая тундра, и дети у меня здесь живут. Я никуда не собираюсь отсюда. Потому что я заботюсь о своих детях, дети будут заботиться о внуках и так далее, и так далее. Дети поддерживают тебя. Конечно, они с удовольствием. Тоже на склад приходят, сортируют, это им интересно. Они знают, что это будет. То есть сейчас у них даже немножко менталитет уже другой. И у них мышление. Вот у меня дочке 9 лет, сыну 7 лет, младшим. Но они сейчас по-другому рассуждают уже. Не как там первоклассник, не как детсадист, а уже по-взрослому рассуждают. Уже взрослых готовы воспитывать. А так это я вот просто на душе у меня вот так. Ну, это радует, что есть такие люди у нас в округе. Андрей, проект закончился, да, вместе против рака. Но я думаю, что вы еще будете принимать макулатуру в любом случае, да? Да, мы принимаем дальше. И будете продолжать? Да. Мы планируем дальше проводить различные акции при урочем. Много же у нас там различных в стране там всяких праздников и памятных дат. То есть будем все равно там продвигать. Проект «Экодвор» продолжается тоже, да? Да, «Экодвор». И вы принимаете мусор. Можете сейчас на камеру сказать это зрителям, да, куда они могут принести, какой мусор принимаете, в какое время и с кем можно связаться. Да, макулатуру, уважаемые друзья, можно, ну и PET-бутылки пластиковые, и алюминиевую банку можно приносить нам на склад на торговой базе по улице 60 лет октября 36. Ну, предварительно позвонить по телефону 8-911-551-3989. И там уже договоримся. Андрей, спасибо большое, что сегодня пришел к нам в студию. Вам спасибо, попригласили. Еще раз повторю, что рада, что есть такие у нас благодарные жители в Ненинском округе, ну и процветанию твоему делу. Спасибо вам и жителям. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был организатор акции, руководитель некоммерческой организации «Фонд экоразвития НАУ» Андрей Кузнецов. Говорили мы о экологической ситуации в Ненинском округе. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok